С чего мы это начинали? Мы начинали с поздравлений. Здравствуйте, дорогие телезрители. Телезрители. Подписчики канала Жизнь в Литве. Продолжаем вас знакомить с Филиусом. И сегодня, сегодняшняя наша прогулка будет в Бужупис. Как ты его называешь? Фушупис — это считается как литовский, ну, маленький поиск или монмартр такой, где художники там собираются, они там, ну... Они рисуют? Рисуют, да, да. То есть мы там увидим уголок людей искусства. Да. Опять же, я не был там. Единственное, что я знаю об этом Ужуписе — это то, что там при входе есть, что это типа какое-то как... чуть ли не государство отдельное в Литве, да? Ну, она... ну, она не считается государством. Она, ну, просто, да. Репризованная республика. Да. Хуже. Ну, она просто как район такой. Ну, вот они себя там называют государством. Ну, это приколь... Это прикольные законы. Да, да, да. Это прикольные законы. Это приколь, что это вообще государство. А если перевести на русский язык, так это называется республика Заречье. Ужупис — это значит за рекой, да. Заречье, вот так. Идём Заречье показывать. А большой вообще этот... Не, маленький, очень маленький. Ну, это считается как одна из достопримечательностей. Да. И очень много людей туда ходят гулять, там, что красиво. Ну, в общем... В советские времена это был очень заброшен такой район. И там даже не было гарячей воды, нормальных туалетов не было. А сейчас там всё оно... Развилось, да? Да, да. И... И, кстати, самый дорогой район сейчас считается. Но он где-то недалеко от старого города, да? Да, недалеко совсем. И... Хочу сказать, что мы идём от вокзала пешком. То есть, туда можно дойти... Не обязательно брать транспорт какой-то. Сколько? Ну, 10 минут идти? Ну, 15, по-моему. 15 минут. 15, да. Всё идём. В этой улице часто снимаются фильмы про... Про войну, про... Про вторую мировую войну, про... Этих... Про евреев там. Вот видели... Недавно фильм такой был. Сейчас, конечно, не вспомню, но... Вот... Со старыми машинами здесь вот поезжали. Ну, там... Это не немецкие фашисты? Парад? Нет, нет. Ну, там фильм был. Ага. Снимали фильмы и на старых машинах там... Например, немецкие. Там всякие... Там ворота находятся. Ну, знаешь, когда-то Вильнюс был... Укреплён вот этими стенами. Ну, стеной, да. Это часто этой стены. Эта стена защищала город, да? Да, здесь были ворота. Ага. Въезд в город. Какой-то... Чё это? Подвальчик? Какой-то склеп? Да. Нет, это музей. Тоже домик интересный. А вот здесь я живу. Это моя спальня. Ха-ха. Вот мы и пришли домой. Нет, мы и пришли. До Натос. До Натос домой. Древняя стена просто. Ага. Так сложно. Ты что, домой забрал? Да нет. Чеканно. Да, это ужепис. Вот, пожалуйста. Ты сейчас её увидишь. Подходим к ужепису. Красивый вид сейчас откроется нам. Вкусни, соло, там ужас. А-а-а. Видишь какой красивый. М-м-м. Я тут как-то зимой был. Ты знаешь, как с машиной. Это не... 45 не будет, по-моему. 20, может быть. Там было... Градусов подъём? Градусов. 20? 20? Нет? Мне кажется, больше не будет. Ну, 40, 45 не будет. Может так? Может 45? Мне кажется... Не, меньше, чем 45. 33. 33. А где табличка? А, вон, знак. Можно посмотреть, если будет. Вопрос на засыпку. Ну, конечно, на камере это всё не видно. Но гора... Видно, что есть такой подъём и угол. Нету. 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 Может быть, было там. 48. Похоже на 45 даже очень. Ну, не знаю. Вот, какие каталки. А это у нас такое тоже есть. Каталки. Да. Очень хорошо. А, это что такое? Это... Такие дворики а-ля типа в Одессе делают. Да, это какой-то... Типографер. И вот подъезды начинаются обычные. Доски объявления. Все как у людей. Ну, раньше в Вильнюсе, мне кажется, так вот и был из таких двориков и домов. По сараю? Нет, это склад. А, это склад. Типа кладовка? В каждой квартире. Ну, грязь тут. Да. Типа подвал, что ли? Да, да, подвал. Ну, такие дворики. Тебе нравится вид? Да, вид очень красивый. Угу. Редкий уголок в Литве. Идешь на балкон, а внизу... А это что там? Там ресторан какой-то или что-то? Не знаю. Уже частный дом вообще. Ужипис уже начинается. Классно. 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 Тут же и мосты с замками для молодоженов. И лавка. А, это на Святого Патрика сюда приходили, да? Угу. Все здесь. За погоню? Вот там, ну, что там написано? Смотри, за погоню. Ужмите, да? Что такое за погоню? Ну, Витис это наш символ. А, за погоню. Зовитесь, короче. Идем сюда. А мы хотели к входу идти? Или ты в ресторан уже куда-то собрался? Идем сюда. Идем сюда. Вкусно пахнет сухарями жареными. Идем сюда. Покажите мне. Вот, пожалуйста. Осторожно только. Вот. Как красиво. Ликимосупинясь. Это называется... Качели судьбы? Да, Качели судьбы. Да. И вон русалка еще какая-то сидит. Или висит на ветрях, как говорится. На возвешенном состоянии. Да. И сюда приходят люди на День Святого Патрика. Скульптуры. Потому что окрашивают воду в зеленый цвет. Скульптуры. Кто это такой? Ну и ступеньки такие. Мы поднимаемся? Да. Знаешь, что такие скульптуры, они не дешевые сейчас? Это местные кубовы. Что это написано? Apple Republic. Республика яблочная. Где вы можете есть только яблоки. Запекать только яблоки. Яблочные пироги. И пить только яблочный сок. Никаких бананов, дынь. И какой-то еще фрукт или овощ. А это что за скульптура? Белар. 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 Ну это кормушка. Для птичек. И что это за скульптура? Не знаю. Она что-то напоминает. Ну что-то похоже. Да, на что-то похоже. На якорь. Здесь фонари по деревьям развешаны. Какие-то тоже странные скульптуры, печи, камины. Это специальная лавочка, чтобы дети залазили, фоткались. А что это за шатер такой? Ну, не знаю. Тоже какая-то трансфорваторная. Камни. С странными надписями. Это что такое? Кто там живет? Скворечник. Это для книг. В виде скворечника. Как у нас стоят. Буклетик. К дверке специальной. А, вот. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Ставишь книгу. И... Ну, книг нет почему-то. Я не понимаю, почему книг. У нас тоже такие, ну, не в таком стиле, но обычные стоят. Мини-таки библиотеки бесплатные. Ну, там книжки есть всегда. И это что, выход? Нет. Да, выход там вход. А, вон. Республика Ужипис. Республика Заречья. И вот этот знак, который мы уже встречали на наших видео, что это культурный объект, который охраняется государством. Только что это за объект? Это фонарь вот этот, что ли? Нет. Или что это? Это мост, где он может быть. А, мост, может быть, мост, да. Это мост. Очень старый. Старый мост, но обычный мост. Почему он именно охраняется государством, а другие нет? Я не понимаю. А мы сейчас идем в центр? Да? Да. В центр Ужиписа. В центр Ужиписа будет еще одна статья такая. Ангел Ужиписа. А, видел, я на карте. Да. Там такая стелла, да? Да, ну, там считается центр. Но там еще есть пара интересных улочек. Ну, вот летом-то, да, наверно, классно. Все горит. Тут какие-нибудь музыканты. Слушай, здесь очень интересно. Там есть академия. Академия искусств. Да, а посмотрите, как здесь красиво. Как какое-то, да, в таком-то, в таком-то, в таком-то городе. Как в Италии какое-то, нет? В Мексике мне больше напоминает. Мексиканские такие. Ну, может быть, да. Или американские отели. Ну, что-то да. Ну, не литовское, в общем. Ну, очень красиво, да. Классно, классно. Можно зайти в квартиру из этой. Ангел Заречья. Это центр Ужиписа, да? А это зачем? Коней привязывать? Интересно. Если ты на коне приедешь, можешь подвязать вот тут. Угу. Стояночка такая. Ресторан Приангело. Очень много заведений всяких. Баров, кафе, ресторанов здесь вот в этом Ужиписи в самом. Там Конституция Ужиписи висит. Вот, можно посмотреть. А, Конституция идём, почитаем. Это законы, да? Да, законы. Идём, почитаем. Ищи на своём языке. На литовском, на английском, французский, а вот на русском. Республика Заречья. Человек имеет право жить рядом с Вильняли, а Вильняли течёт рядом с человеком. Да, вот такие. Каждый имеет право не бояться. Это... Ну, это в прикол, да, эти законы тут? Угу. Наверное... На белорусском. Это на белорусском? И на украинском, наверное. На польском самое смешное. Слёвик ма права миржачь. Слёвик ма права вержачь. Человек ма жиличжёт сиимцома. Плакать. Щенек лекачь. Ну... Плакать. — А это на каком языке? — Нет, это не знаю, это на... не знаю, это... — Арабский, наверное? — Не знаю. — Который из них арабский, который... ну, этот, еврей, или как? — На немецком? Сколько тут языков? — Да, у нас. — На латышском и вон какие-то и на японском. — Не знаю, что такое. — Чёрт знает. — Конституция. — Вот, на украинском. — Люди на мае, на украинском. — Люди на мае право жить. — Какой-нибудь болгарский, там... — Китайский. — Да, я просто не китайский. — Это, наверное, латышский. — Ага. — Это... эстонский. — Да. — А это... конституция... — Может... а, это, наверное, этот румынский. — Да, ну, скорее всего, румынский. — Всё, закончился уже. — Ну, нет, а можно пойти... Покажу тебе красивую стену. — Можно найти такую... — Это красивая стена. — А? — Это красивая стена. — Да. — Возможно. — Вот, посмотри... — Возможно. — Давай посмотрим поближе. — Что тут? — Как интересно, а ты... — Она ещё летом, наверное, когда вот этот... — Как она, лиан? — Как это растение? — Она зелёная, наверное. — Да, она зелёная. — Когда начинает всё отвести. — Даже можно залезть под земляном наверх. — Очень классно. — Ну и дома тут, да? — У кого-то сразу идут. — И балкончик очень шикарный. — Живут же люди? — Живут, да. — Может, и мы-то когда будем жить? — Ну, может быть. — Из Ютуба заработали. — Да, деньги рекой потекут. — Ну, мечтать же, это... — Ну, ещё. Попожу один сбор. — Давай, пойдём до Нового Монска, потом... — Какие двери. — Вот это можно. — Закрепили всё. — Какие двери. — Какие двери. — О, Лямур. — Амур. — Что, туда спускаться надо? — Что-то тут не очень-то... — Он такой большой. — Очень узко. — Ну, такой вид. — Я на стороне, посмотри. — Вот это вот? — Да, вот эти, да. — А кто их чинить будет? — Я не знаю. — Жители должны? — Ну, да. — Кто живёт? — Да. — А нафиг им это надо? — А надо? — Повысить цены на продажу. — Ну, похоже, что мы уже весь Ужипис обошли. Ну, что это? Улицы обычные в определённом районе Вильнюса. Сейчас-то не сезон, в общем, здесь гулять. Но вот летом, особенно там пятница, наверное, суббота, вечерами тёплыми здесь кипит жизнь. И прогуляться сюда стоит. А так... Ну что, придёшь сюда ещё раз? — Да, приду, но когда будет погода получше. — А теперь, ну, просто... — Пиво пить? — Да, пиво пить. — Пиво пить. — В Литве у нас тут всё сделано в любом месте. Можно попить пиво хорошего литовского. Поэтому не переживайте за это. Но можно даже своё брать. Вот как ребята сидели на берегу. — Ну, это запрещено. Своё. На берегу, но никто не видит. Конечно, ну... Можно, если никто не видит. — Это Ужипис, это свободная... — Да, это свободная республика. — Свободная республика. — Свободная республика, поэтому всё, что запрещено в Литве, в Ужиписи, пожалуйста, делайте на здоровье. И всё, наверное, тут в центре мы и закончим эту прогулку. Если кто-то знает что-то интересное о Ужиписи... — Пишите. — Под... — Подойдём. — Пишите, да. Может быть, вы были в каком-то баре здесь вот... Или вы были во всех барах и можете выделить какой-то определённый, конкретный и почему-то он вам больше понравился. И посоветуйте другим людям прийти сюда. Ну всё. Всё, пока. Пока.